Это было так давно, уже почти 40 лет назад, но верно говорят, что то, что происходит в молодости, гораздо лучше помнишь, чем то, что происходит в последние годы с тобой. Это для меня была очень важная работа, роль Джамили в фильме «Джамиля» за главную роль. Это моя третья роль большая в кино. И очень я волновалась, потому что после успеха фильма «Первый учитель» мне надо было подтвердить свою актерскую состоятельность. И нельзя было как-то проиграть, что ли, в этой роли. Но потом это опять была снова встреча с героиней Чингиза Итматова, творчество которого я очень люблю. На его повестях я выросла. Ну, это уже была, в общем-то, если в «Первом учителе» я была начинающей актрисой и шла за режиссером, делала то, что мне говорил режиссер, то здесь я уже была более профессионально подготовлена, потому что я снималась уже после первого курса актерского факультета в ГИКе. Я уже знала, как надо работать над ролью, я уже знала, что я хочу показать своей героине, какие ее черты. А главное, что меня привлекал характер этот тем, что это очень сильная женщина, молодая женщина, которая сама строит свою судьбу и решается на очень такой, по тем временам, в общем-то, непозволительный поступок. Она ради любви, ради своего любимого, она уходит из семьи, из семьи очень такой состоятельной, и уходит в никуда с совершенно бедным человеком, коллегкой, фронтовиком. И, конечно, мне надо было во многом так ее сыграть, чтобы оправдать ее, потому что муж Джамили уходит на фронт воевать, а она в это время, общаясь с Данияром, слушая его удивительные песни, она в него влюбляется и изменяет своему мужу, бросает его. Поэтому надо было показать все ее мучения, какие-то внутренние сомнения, чтобы оправдать этот поступок. В роли Данияра занимался замечательный киргизский актер. По-моему, это была его первая роль в кино. Он вообще-то по профессии не актер, а художник. Семен Кулчукморов. Очень красивый, очень такой крупный. Он тогда был спортсмен. Прекрасно умел ездить на лошади, вскакивал так вот на ходу, прям на лошадь. Но в то же время страшно было, что он вот такой с виду очень сильный и здоровый. Он был страшно болен в это время туберкулезом. И мы его на съемки забирали из туберкулезного диспансера каждый день. И во время съемок надо было делать перерывы, надо было ему принимать таблетки, давать отдыхать, ему нельзя было быть на солнце. Но в то же время я счастлива, что у меня был именно такой партнер. Потом он очень много снимался. Вообще это удивительно в азиатском кино и в Киргизии, и в Казахстане. Вот какой бы сценарий ни берешь, и думают, кого вот пригласить на мужскую роль. Казалось, что вот все роли были написаны для Семена Кулчукморова. Настолько он был уникальный актер и человек. Снимался еще в роли мальчика Сиита на середин Дубашев. Он тогда уже был подросток, но он был такого маленького роста. Мой друг. С ним-то я была знакома давно, еще по первому учителю. Он в первом учителе сыграл одну из главных ролей детских. Если вы видели фильм, он там играл такого отличника, хорошего ученика, но который вот трагически погибает в конце фильма. Он сгорает, когда тушил пожар в школе. Ну, с детьми всегда очень трудно играть. Он настолько был органичный, настолько был непосредственный. Потом он, все-таки это действие фильма происходит в селе. А он такой из сельской местности был. А я была абсолютно человеком городским, закончившим балетную школу в Большом театре. И мне надо было очень многому научиться, чтобы сыграть роль Джамиле. Она такая сельская, крепкая девушка, высокая, статная, красавица, на которую заглядываются все аульские парни. А я помню, приехала на съемки после экзаменов в Афгике. Была очень уставшая, очень была истощена, весила 45 килограмм. И помню, мне потом по секрету сказали, ну, там же очень много мужчин работают в киногруппе. Они, естественно, с нетерпением ждали, когда же приедет главная героиня Джамиля. И когда они меня увидели, они разочаровывали, и сказали, ну, какая же это Джамиля? Это половинка Джамиле. В общем, мне это сказали, и я поняла, что мне надо поправляться. И я стала усиленно есть. Это очень была приятная диета. Я помню, что утром день мой начинался с того, что я шла на рынок, покупала себе стакан самых жирных сливок и горячую лепешку. И, значит, таким образом завтракала, потом накупала много очень фруктов. В общем, должна сказать, что почти весь мой гонорар ушел на мое питание. Но очень быстро я набрала вес, я поправилась на 11 килограмм. Приехала 45, значит, осталось весить 56. Но тогда была я в очень хорошей спортивной форме, и, в общем-то, фигура все равно осталась такая крепкая, стройная. Вы увидите на экране. Но потом, конечно, мне пришлось худеть, когда съемки закончились. Ну и очень многому надо было научиться и косить траву, и собирать сено в стога. Причем Джамиля должна была это делать очень ловко, очень красиво. Ездить лихо на бричке, причем так, не сидя, а стоять на ногах, и, значит, гнать лошадей, и таскать эти мешки. И, в общем, все это надо было научиться делать абсолютно достоверно и в то же время лучше, чем все остальные, потому что это Джамиля. Ну, и еще мне надо было научиться ездить на лошади, потому что вот вы увидите в картине, значит, каким образом она выходит замуж. Есть в Киргизии такая национальная игра «Кисхумай. Догони девушку». Это, значит, парень и девушка соревнуется, и если парень обгоняет девушку, он ее при всех может поцеловать. А если девушка его обгоняет, то она его при всех, значит, может отхлестать плеткой. И это для парня страшный позор. Вот. И Джамиля, значит, его обгоняет. Но для этого мне надо было научиться ездить на лошади. И я помню, что приехал Володя Любомудров, сейчас он известный режиссер, тогда он был каскадер, молодой человек, который сказал, давай, я тебя быстро научу ездить. И действительно, он меня научил за три дня. Первый день он мне показал там, в горах на Джаляу, как управлять лошадью, значит, заставлял вставать ногами на спину лошади, значит, задом наперед ехать. Вот. Все я, значит, покорно исполняла. Единственное, что я не согласилась делать, это прыгать там такие огромные канавы, овраги такие вот через эти канавы. Я говорю, я не имею права прыгать, потому что если я упаду, и, значит, хотя бы царапина будет на моем лице, то съемки остановятся. Вот. И, значит, вот так вот он меня в первый день потренировал два с половиной часа. А на следующий день мы уже с ним сделали переезд через горы 40 километров, значит, из одного села, где мы снимали, в село, где мы живем. Поставили лошадей у моих хозяев, и на следующий, на третий день сделали переезд, значит, обратно 40 километров, причем уже их скакали по степи, галопом. Вот. И я помню, когда мы соскочили с лошадей, значит, Володя любому рассказал, ой, я что-то устала. А я говорю, а мне ничего. Я поехала домой, значит, попросила хозяина, он мне натопил баню, значит, пропарилась хорошенько, сделала гимнастику, и действительно, у меня, в общем-то, не было никакой крепатуры, ничего. И на следующий день уже были вот эти съемки в Коскомае, на которых я себя чувствовала очень уверенно. Очень красивые это кадры в картине. Вообще, Киргизия удивительный край. По красоте своей. Я знала вот пейзажи Киргизии. Из творчества был такой в начале века Павел Кузнецов, художник известный, русский художник, который был влюблен в Киргизию, очень много писал и пейзажи, и портретов. Но когда вот я увидела какие-то удивительно сиренево-желтые дали, эти бескрайние степи, горы, я вот на всю жизнь в Киргизию влюбилась. Вообще, эта земля, мне кажется, на ней каждый человек становится чуть-чуть талантливее. Вот ему хочется писать стихи, ему хочется слагать песни. И оператором в нашей картине был замечательный оператор Кадыржан Кадыралиев, который, конечно же, тоже был влюблен в свою родную землю. И вот как он снял все эти пейзажи, ну, вы увидите в фильме. И с ним я очень много говорила об изобразительном решении и образа своего, и картины. Там просила, я помню, приехала после съемки и стала разгримироваться, и вдруг увидела, как бьет, пульсирует жилка на шее. И мне показалось это так выразительно и чувственно, что я на следующий день приехала, а должны были снимать сцену, где этот мальчик сиит, лежит на коленях у Джимили, и ее рассматривает. Вот. И он первый раз вот так близко видит женщину. Это, знаете, вот первое такое чувственное восприятие женщины в молодом подростке. Вот. И я говорю, знаешь, это как надо снять. Вот. Говорю, крупно-крупно, чтобы было видно биение жилки на шее, чтобы вот было ощущение, что чувствуешь запах кожи. Вот. И вот долго выставляли камеру, сняли. В общем, получилось неплохо, но мне все-таки кажется, что недостаточно крупная. Вообще, очень много я разговаривала с режиссером фильма Ирины Ивановны Поплавской. Очень талантливая женщина, режиссер. Она тоже влюблена в Киргизию, в ее культуру, историю. Она потом еще снимала фильм «Я теньшань» в Киргизии, еще хотела снимать. Ну вот не знаю, получилось ли у нее. Это удивительно творческий человек. И она придумала, на мой взгляд, очень интересный прием, что весь фильм идет, идет как воспоминание вот этого молодого мальчика, который становится потом известным художником. А вот если вы вспомните, то все наши детские впечатления, все воспоминания, они очень ярко остаются в памяти. Какие-то вот моменты счастья, они утрировано, солнечно, светло вспоминаются тебе. А какие-то вот ужасные, страшные сцены из твоей жизни, они утрировано, грубо и темно воспринимаются. Вот. И я с ней вот очень много говорила, что надо все как бы немножко со сдвигом снимать, не просто вот так реалистично, а как бы утрировано. Красиво это должно быть утрировано, красиво. Безобразно это должно быть утрировано, безобразно. Ну что-то удалось, чего-то не удалось. Потом она придумала тоже замечательную вещь, она объявила конкурс по всей Киргизии, Казахстану, детский конкурс, чтобы дети, значит, присылали свои детские рисунки. И сколько тысяч, несколько десятков тысяч рисунков было прислано. Лучше вот отобрали. И, значит, фильм черно-белый, а вот эти вот рисунки идут цветные. Вот это детское творчество. Потом вот уже по прошествии, не знаю, 20-30 лет я ездила в Киргизию, ко мне подходили какие-то уже довольно солидные люди и говорили, а вы знаете, что мы рисовали для вашего фильма Джамиля, и наши рисунки, значит, показаны в фильме. Это было очень приятно. Ну, вообще вот эта картина по повести Ченгиза Айтматова, Джамиля, да, это происходит на киргизской земле, значит, киргизы, главные герои фильма, а снимала картину Мосфильмовская группа. Это вообще фильм Мосфильма. Вот Ирина Ивановна Поплавская, режиссер, Кадыржан Кадыралиев был киргизский оператор, но там еще замечательный оператор работали помощники Кадыралиева, Паша Шувалов и Виктор Шевцик, которые потом стали очень известные, блестательные операторы. Мне кажется, что это потому, что у них была такая очень хорошая школа у Кадыржана, и вот начинали они вот с такой интересной картины, в изобразительном плане. Вы знаете, когда уже вспоминаешь вот эти свои героини, что-то сравниваешь, вот если вспомнить первого учителя, там у меня была очень тяжелая роль, это тоже героиня Ченгида Айтматова, но в общем-то, эта девочка, ее судьбу устраивают другие люди. Вот этот учитель Дюйшен, который отправляет ее учиться, и она потом становится известным человеком в жизни. А Аджемиля – это уже совсем другой характер. Это характер, уже выросший в годы советской власти. Характер очень независимый, очень сильный, очень вольный, которая сама берет судьбу в свои руки и сама ее изменяет. Что, в общем-то, для восточной женщины поступок. Потому что вот я рассказывала, как вот женился на ней муж, вот она его обогнала во время этой игры Каскумай, и он, значит, чтобы ей отомстить, ее украл, и на ней женится. Но любви-то настоящей нет. И потом, когда начинается война, и он уходит на фронт, она, конечно же, ждет его писем с нетерпением и хочет увидеть строчки, обращенные именно к ней. Вот. И когда читают письмо за письмом, что он там обращается и к такой тетушке, и к соседям, и все, и где-то в конце только приписывают, как там моя жена Джамиля, конечно, она не может довольствоваться вот такой любовью, понимаете. И вдруг жизнь ее сталкивает вот с этим удивительным человеком Данияром, который пришел с фронта, у него, значит, повреждена нога, и вот они вместе возят хлеб на элеватор, и по дороге он начинает петь песни. И она, слушая эти песни, сначала вы увидите по фильму, сначала они с мальчиком все время над ним издеваются, подшучивают, какие-то козни ему устраивают, но постепенно она влюбляется в этого очень талантливого человека. а он ничего не имеет, у него даже дома нет, понимаете, он бездомный. И она решает вот на такой очень сильный поступок, уходит из из семьи, убегает тайком, из семьи очень благополучно, состоятельно, у него прекрасная свекровь. И мальчик этот, брат мужа ее, который вот видит, который тоже любит Данияра и очень любит Джимилю, он видит, что между ними происходит, и несмотря на то, что он как брат должен был бы охранять Джимилю, он все-таки не препятствует их побегу. И, конечно, я тогда еще, будучи очень молоденькой, мне тогда было 22 года, я, в общем-то, когда играешь роль, задумываешься над какими-то вопросами, которые жизнь еще тебе, может быть, и не поставила, какой должна быть настоящая любовь, ради которой можно вот так все бросить и уйти из дома. конечно, она имела на меня большое влияние, но и потом просто я физически очень окрепла там и многому научилась. Да, еще вот я всегда с удовольствием вспоминаю, есть кадры пробегов по полю, это же все идет через воспоминания мальчика, и я сказала режиссеру, знаете, для пробегов нужно шить специально костюм. Она говорит, как так, значит, костюм? У меня было платье, такое простое платье из штапеля, значит, на котором были маленькие цветочки, штапель, он довольно тяжелый, ткань. Вот, я говорю, вот надо шить точно такое же платье, но из парашютного шелка, и чтобы юбка была, значит, в три солнца. Вот, и никто не понял этого, но у нас был замечательный художник по костюмам, Эрнст Гейдебрехт, он немец, он сбежал из больницы, чтобы работать над картиной. Он, когда это услышал, он сказал, я понял. И за одну ночь, я не знаю, где он в этом ауле нашел парашютный шелк, каким образом, и нашел женщину, которая тут же за ночь сшила мне точно такое же платье, но только вот с такой юбкой. И там вот в кадре мы идем с мальчиком, разговариваем, я иду в своем постоянном костюме в штапельном, и потом срываюсь с места и бегу уже, значит, в другом платье. Но подмена совершенно незаметна. Но вот этот вот парашютный шелк, там крупно, вот когда Жан снимал колени мои, значит, в коленях бьется, значит, и юбка там бьется выше головы, как знамя. Понимаете, это очень красивые получились кадры, очень поэтичные. И когда увидели их на экране, Ирина Ивановна сказала, замечательно, замечательно, вот надо и для сцены Каскумай, где ты там на лошади скачешь, мы тебе тоже сошьем костюм из парашютного шелка. Я говорю, ну давайте, это не будет видно на экране, что у аульской девушки платье из парашютного шелка. И сшили мне платье с оборками и тоже вот получились, мне кажется, получилось очень красиво. Ну что еще я могу рассказать о картине? Ну, картина имела успех большой, но мне кажется, что гораздо больше успеха она имела за границей, потому что Ирина Ивановна, она, я уже говорила, очень любит культуру Киргизии, ее эпос, историю ее. И там очень много таких этнографических моментов. Вот там вот есть такой очень длинный кадр, где монашчи, это вот такой народный акэн, исполняют на киргизском языке песню. Это вот певец сидит и поет, вот сам тут же слагает стихи, импровизирует, можно сказать. И, конечно же, это вот зрителям было очень интересно познакомиться с культурой Киргизии. И я знаю, что фильм получил приз во Франции. Ну, а что касается меня, мне как-то Ирина Ивановна сказала, что в прессе писали, что чем не Сайдматов написал эту роль специально для меня. Хотя это неправда, потому что эта повесть была написана задолго до съемок фильма. Но просто вот у зрителей было такое впечатление. И что для меня особенно приятно и ценно было, что вот закадривать текст авторский читает сам Ченгиза матов. Это звучит его голос. Ирина Ивановна .